Уважаемые коллеги, начинаем нашу лекцию, посвященную хирургическому лечению сердечной недостаточности. Эта проблема в ближайшие годы и десятилетия будет обостряться, потому что число пациентов старше 70 лет с сердечной недостаточностью значительно увеличится в связи с увеличением общей продолжительности жизни, более эффективным лечением заболеваний. И начнем мы хирургические методы лечения обсуждать с коронарной ревоскулиризацией. Почему? Потому что ишемическая кардиомиопатия – это самая частая причина дилетационной кардиомиопатии. Основной причиной является инфаркт миокарда, и несмотря на современные методы лечения, каждый четвертый или третий случай завершается формированием дисфункции левого желудочка, сердечной недостаточностью. Среди причин сердечной недостаточности коронарная болезнь занимает две трети. После повреждения миокарда, сохранения ишемии миокарда, происходит ремоделирование левого желудочка, то есть расширяются камеры, снижается сократимость, нарушается синхронизация работы сердца. Критерием ишемической кардиомиопатии является коронарный стеноз, превышающий 75% просвета крупных коронарных артерий. Следует отметить, что при сравнении коронарного шунтирования с оптимальным медикаментозным лечением, хирургическое лечение снижает сердечно-судистую смертность, уменьшает частоту госпитализации сердечно-недостаточности, но не общую смертность. Удивительно, но надежных крупных рандомизированных исследований коронарного шунтирования и стентирования не проводилось. Если доверять наблюдательным исследованиям, то стентирование несколько уступает коронарному шунтированию. Когда мы выбираем метод хирургического лечения коронарной болезни сердца, следует учитывать, что наличие выраженных коморбидных заболеваний, старческая астения, и возраст пожилой и старческий существенно повышает переоперационный риск, и склоняет в пользу стентирования, а не большой хирургической операции. Коронарное шунтирование бывает двух видов. Это мамарокоронарное шунтирование и аутовенозное шунтирование. Что касается мамарокоронарного шунтирования, то известно, что артериальные шунты гораздо реже тромбируются и широко используются для того, чтобы обойти критический стеноз передней и левой нисходящей коронарной артерии. В то же время у пациентов старческого возраста использование двойного мамарокоронарного шунтирования, то есть справа и слева, существенно повышает риск осложнений. Следует учитывать частое развитие в послеоперационном периоде фибрилляции, предсердий, делирия, реже других осложнений. Важно отметить, что чем старше возраст, тем меньше выгод хирургической коррекции по сравнению с медикаментозным лечением. Вторичная метральная регургитация. Здесь представлен, собственно, клапанный аппарат весь, метральный, включающий в себя папиллярные мышцы, хорды, собственно, клапаны и метральное кольцо. Конечно, мы чаще работаем с первичной метральной регургитацией, связанной с воспалением, генеративными повреждениями клапанного аппарата. Но при ишемической болезни сердца, вследствие ремоделирования левого желудочка, его растяжения, нарушения работы всего клапанного аппарата, возникает вторичная метральная регургитация, которая вносит свой негативный вклад в тяжесть и прогрессирование сердечной недостаточности. Чем тяжелее вторичная метральная регургитация, тем ниже выживаемость. Среди хирургических методов лечения вторичной метральной регургитации, ведущее место отводит коронарному шунтированию, как причине повреждения клапанного аппарата. В то же время, сочетание с хирургией метрального клапана не всегда приносит пользу. В последние годы чаще используется транскатетерная коррекция метрального клапана. Если во время коронарного шунтирования еще попробовать скорректировать вторичную метральную регургитацию, то выгоды это, скорее всего, не принесет. Показания хирургии нужно рассматривать и тщательно взвесить пользу от этой операции. Более безопасная и легко выполнима транскатетерная коррекция метральной регургитации, которая может улучшить течение сердечной недостаточности. В тех случаях, когда заболевание прогрессирует и необходимо уже думать о трансплантации сердца, обсуждается вопрос об имплутации помощника левого желудочка, чтобы пациент смог дожить до трансплантации сердца. Бывают два вида насосов. Это роторный или осевой так называемый насос. И созданный позднее, насос центрифужного типа. В России создан свой вспомогательный аппарат кровообращения. Называется он спутник. Он относится к роторному типу. Вот так выглядит имплантированный помощник левого желудочка центрифужного типа. По сути, это параллельное сердце. Конечно, эта процедура сложная, сопровождающаяся немалыми осложнениями, включая тромбозы, инсульты, кровотечения. Бывает и дисфункция устройств. Насосы центрифужного типа показали более редкую частоту осложнений по сравнению с роторными. И в настоящее время считаются предпочтительными. Здесь видно, что ниже частота тромбозов, кровотечений. Для имплантации помощника левого желудочка можно использовать менее травматичную боковую торакотомию. Показанием к имплантации помощника левого желудочка является тяжелая терминальная сердечная недостаточность у пациентов, которым планируется трансплантация сердца. Среди критериев отбора фракция выброса левого желудочка меньше 25%. Три боли госпитализации с сердечной недостаточностью. И другие показания, среди которых следует отметить прогрессирующую органную дисфункцию. Трансплантация сердца. В основном выполняется ортотопическая пересадка сердца, когда удаляется свое сердце и имплантируется сердце реципиента. Основную часть трансплантации выполняют в Соединенных Штатах Америки. Несколько реже в странах Евросоюза. И на другие страны приходится намного меньше операций подобного типа. В России в 2019 году было выполнено 337 трансплантаций сердца, что значительно меньше, чем потребность. В последние годы выполняют чаще бековальную трансплантацию, которая проходит по линии верхней и нижней половины. Средняя выживаемость 12 лет – это не так мало. Это 12 лет жизни. Чем старше возраст, тем выживаемость после трансплантации сердца, соответственно, снижается. Показанием трансплантации сердца является терминальная сердечная недостаточность с выраженными симптомами, несмотря на использование максимальных доз медикаментов, других методов лечения. Согласие пациента и понимание всей сложности самой процедуры и послеоперационного лечения. Возможность сопровождать пациента, оказывать качественную помощь после трансплантации сердца на месте. Здесь большой перечень противопоказаний трансплантации сердца, включая активную инфекцию. После трансплантации следует тщательно наблюдать пациентов и своевременно выявлять возможные признаки отторжения трансплантанта. Среди них это неспецифические признаки, так и сердечные недостаточности, или аритмии сердца. Важное значение имеет своевременная диагностика коронарной восколопатии. Учитывая генервированное сердце, симптомов нет, поэтому приходится часто выполнять коронарную ангиографию. Если восколопатия выявлена, то используются статины. Доказан эффект для симвостатина и правостатина. При ухудшении состояния необходимо информировать центры трансплантации, которые обладают специализированными знаниями и могут адекватно среагировать на изменения ситуации. Основные направления терапии после трансплантации включают несомненно иммуносупрессивную терапию комбинированными препаратами, профилактику и лечение инфекции, а также профилактику и лечение статинами восколопатии. Кроме того, традиционными средствами проводится лечение сердечной недостаточности, аритмии сердца и других заболеваний. Спасибо за внимание.